Ребята, доброе утро. Такое состояние наших подъездов. Опять видите мои ноги. Что ж поделать. Сейчас сколько? Полуседьмого утра. Мы едем за грибами. Честно, как-то даже очень легко и встала. Сама себя удивилась. Сейчас покажу, как у нас погодка у ребят. На улице так тепло. Поют птички. Мне кажется, можно было вот это вот не одевать. Одеть только свою толстовку. Ну уже ладно. Раз я оделась по грибному, то что делать. Честно, никогда не ходила за грибами. Никогда их не собирала. Немножко проспалась. Погода реально очень классная. А в лесу как оно будет? Сегодня будет, я думаю, грибной и положительный день. После грибов нужно мне будет заехать на новую почту. У меня две посылки. В общем, дело еще не в проворот. Но я все-таки уверена, что те люди, которые могут встать рано утром, они будут на день более заряжены, чем те, которые спят до 10 и до 11 часов дня. Ну, посмотрим по моему состоянию сегодня. не взяла телефон так давно прям, что прям только на него не снимала. Памяти на нем мало. Смотрите, такая большая образовалась эта парковка. мне надо подойти к этой дороге. Надо подберут. Не знаю, прям так оживленно себя чувствую. Единственное, что из-за вот такой как-то спонтанности и успеха я... У меня дома ничего нету. Надо было вчера просто... А вчера, кстати, во сколько? В 10 часов я только домой приехала. Что-то пойти купить, какие-то бутерброды, что-то такое сделать. Мне как-то неудобно даже. Мы с ним грибы. И Юля ножик одолжила. Ну, короче, я явно не грибник. Я еще не одобр... Ну, как, нашла вот эти под... Ну, короче, ядовитые. Или неопознанные, или ядовитые. Кажется, знаете, в таких хачах можно снимать фильм ужасов. Мы уже, не знаю, около 3-4 часов ходим. Но пока ничего. Вот, что с нами кроссовками. Как вы любите ноги, посмотри. Мне кажется, их надо уже выбрасывать после этого. Ну, красиво в лесу так пахнет сосной. Вообще, очень классно. Но, увы, ничего нету. Ничего нету. Вон Вилька бегает. Вилька, ты нашел грибы? Ты нашел? Да? Виля, Виля, где грибы? Где? Где? Где грибы? Ничего, нету пока. Ой, как Вилька кушает. Доедает. Так аккуратно берет. Нам любят тобой мужевали. Дедушка старенький. Ну, четыре года скоро. Хорошо, мама, когда буду дома, я тебе позвоню и скажу. А то можно ему с грибами? Грибов ничего не будет. А это те, которые вы собирали? Нет, это же не у нас. Нет, алло. Можевиля будет есть грибы и будет собирать потом. Ребята, немного привела себя в порядок. Вытащила вроде бы все из волос иголки. Недавно мы приехали, это уже сколько, три часа, наверное, уже есть. И сейчас иду сначала в Ози, потом на новую почту мне осталось забрать две посылки. Одну я вам покажу сегодня. одну не знаю еще когда. Вот. Что касаемо похода за грибами, я очень благодарна ребятам, что они меня пригласили вместе с собой. И я посмотрела сегодня на своем шагомере. Я находила почти 18 тысяч шагов. Сюда вставлю уже скрин всех шагов за сегодняшний день и только оттуда. Мы реально очень много, очень долго ходили. не могу сказать, что для меня это было не напряжно, очень полезно. И я поняла, что нужно больше ходить, нужно больше двигаться. Что я постараюсь сделать. То есть мне это понравилось, не как обычно, знаете, в напряжении в напряжении каком-то ходишь. Все, заберем посылки и я вам их покажу. Сегодня ничего интересного не будет. Немножко, конечно, а, за утро. Помните, я говорила, что проверим заряд бодрости и все такое. Действительно, чем раньше ты встаешь, тем бодрее и веселее ты в течение дня. Вот я еще почти, почти бодрая. Все, идемте за посылкой. Ребята, я дома забрала две посылки, сейчас вам их покажу. Главное, не засветить ни чей номер, ни свой, ни того человека, который мне отправил эту посылку, нужно было закрасить, но я этого не сделала. Хотела вам показать на набережной, думаю, при красивом всем. Тут у меня уже вещи, тут у меня чемоданы стоят, в общем. Я уже практически на чемоданах. Итак, эта посылочка мне пришла из прекрасного города Запорожье от Малинова Диана Геннадьевна. Так, что же здесь? Малинова Диана Геннадьевна это Диана, которую вы, я думаю, все знаете, у нее есть канал, он называется Диана Леша Лайф. Я, конечно, не того уровня блогер, знаете, чтобы оставлять типа ссылки, но ссылку я оставлю на канал, может быть, кто-то Диана не знает, ее узнает. Она с недавних пор начала продавать свои вещи в Инстаграме, не знаю, что-то у нее там еще осталось или уже все раскупили. Я тоже решила приобрести две сумки, пока еще не знаю, возможно, одна мне, одна маме, возможно, обе получится так, что получится мне. Поэтому я уже с нетерпением сейчас жду для того, чтобы открыть эту посылку. Она мне пришла уже пару дней назад, но поскольку я работала, не было времени ее забирать, и сейчас мы с вами ее распакуем и посмотрим приобретение. Две сумки я купила, ну, скажу уже, как есть, две сумки за 600 гривен. Сумки достаточно хорошего состояния, я посмотрела фотографии, мне понравилось, Диана там мечтает, я так понимаю, купить себе какую-то вещь, то ли куртку, то ли что-то еще, и мне захотелось ей в этом тоже помочь. Так что, сейчас будем смотреть, сейчас будем открывать. адрес я загнула, теперь могу открывать. Сумочки мне Диана высылала в таких пакетах даже, я думаю, что они просто так будут в коробке. Сейчас попробую их достать одной рукой, что, соответственно, наверное, аж не получится, сейчас, секунду. Сумочки я достала, сейчас покажу, кстати, выпала вот эта штучка, я не знаю, Диана, это твое, или это моё, где-то у меня уже выпало. Ну да ладно, вот такая вот розовая сумочка. Кстати, мне на фотке показалось даже, что она больше. Она вот, я вижу реально, что сумка хорошего состояния, в хорошем, вернее, состоянии, не знаю, где она носила, ее не носила, либо же она просто у нее лежала, такая маленькая, аккуратненько, может быть, даже с ней, вернее, ее возьму в Турцию. Тут кармашек и внутри еще кармашек есть. Ну, даже вот эта штучка, что-то такое, розочка какая-то, вау, приятно. Так, что здесь? Ой, а здесь жвачка, неожиданная, не знаю, что это, может, я на случайно сюда забросила, или забыла вытащить. Вот такая вот жвачка, вот такой вот сюрприз. В ней вот эта вот есть ручка, видите, она даже не запечатана, мне очень нравятся вот такие ручки для сумок, соответственно, возможно, завтра ее возьму уже одену под какой-то образ. Мне, кстати, вещи уже пришли, это вторая посылка, но пока ее показывать не буду. Внутри есть вот такие вот кармашки, вот такой еще посерединке, и вот внутри тоже есть кармашки. То есть сумка в идеальном реальном состоянии, потому что я не знаю, носила ли ее Диана или не носила, просто она у нее лежала, эти шовчики такие красивые. Ну, спасибо большое, Диана. Эта сумка точно достается мне и остается мне, мне она очень нравится. И я думаю, сейчас или же уже на летом она мне идеально подойдет. Сейчас я буду смотреть вторую, может, во второй мы найдем вторую часть жвачки. Сейчас. Вот это я вообще планировала маме, но возможно я ее оставлю и себе, что-то беленькое. Тоже такая черная сумка, ручки тоже в очень хорошем состоянии, редко такое можно, кстати, увидеть, потому что ну, было у сумки обычно такие, знаете, уже поношенные. Здесь вот тоже есть молния, сейчас. она такая, вот твердая, мне нравятся такие. Молния. Нырнем. Дальше, вот здесь вот так она как-то расстегивается. Так застегивается или нет? Или это просто для украшения? Растегивается. Вот это еще такой один. Вот тут вот. Еще один такой кармашек. Сейчас тоже туда надо залезть. Ой, рука застряла. Вот. И типа вот так вот застегивается. Достаточно симпатично. И давайте вот это вот расстегнем и посмотрим. Причем, кстати, этим показать, что Диана не обманывает. И у Дианы действительно очень классные, хорошие вещи. Поэтому, кто еще хочет тебе что-то приобрести, если она что-то будет продавать, вы можете ей доверять. Она мне отправила в тот же день, что мне вот еще один тут кармашек. Что мне тоже понравилось, потому что то есть я заплатила сразу и она мне в этот день в этот же день отправила. Просто я забрать раньше не могла. Вот такие вот две сумки я заказала у Дианы. Спасибо тебе большое, Диана, за мои новые аксессуары. Сумочка упала. Ладно, я ее уже потом достану. Спасибо тебе большое за жевачку. Орбит. И реально, ребята, покупайте вещи, не бойтесь. Единственное, что убеждайтесь в том, что у них хорошее состояние. Ну, Диане я доверяла, верила, я нормально ей заплатила заранее, не по наложенному платежу. В общем, как-то так. Сейчас вам покажу свою косметичку. Многие просили, исполняю. Итак, ребята, начнем. Постараюсь, не затягивая, все вам показать и вкратце, так сказать, рассказать. Я, как вы знаете, редко пользуюсь косметикой. Раньше у меня вообще ее не было. Сейчас у меня ее количество, конечно, вот, даже духи с Дьюти Фри, кстати, очень классные. В этот раз в Турции собираюсь тоже их купить. Так, вываливаемся все. Тут, конечно, не только косметика, и ручки, и таблетки, и, в общем, ну, что е, то е. Наверное, это у каждой девочки есть. Ой, ключ мой от дома. Из этого разнообразия всего сейчас будем разбираться. Ну, это, скорее всего, не косметика, это просто крем, которым я советую вам пользоваться. Он очень классный, он такой, знаете, имеет жирную текущую, и очень классно увлажняет, увлажняет кожу. Обязательно перед нанесением макияжа я его использую. Вот так вот он называется. Скорее всего, такой, знаете, конец для девочек, поэтому мальчики, можете дальше не смотреть. Я разрешаю. Вот такой вот Nivea Soft, можете поискать его у себя. Дальше. Раньше я пользовалась вот такой вот тушью, она мне, к сожалению, не зашла, и я перестала ей пользоваться. Evelyn, в общем, вот эта. Сейчас я пользуюсь вот этой. Не знаю, что это за фирма, что это за страна, но купила ее как-то в Еве недавно. Кстати, насчет Евы мне говорят, что там косметика не очень, но как-то, не знаю, мне заходит. Я сам покажу кисточку кисточку в этой. Вскоре мне, конечно, скорее всего, не понадобится тушь какое-то время, но пока пользуюсь сейчас, секундочку, тем, что есть. Вот такая вот у нее кисточка. Я недавно устраивала вопрос в инстаграме, типа, хотите ли вы влог на ютубе вот в таком формате. Вот поэтому косметику я снимаю. Вот. Такая вот силиконовая кисточка. Не знаю, она что-то не хочет фокус наводиться. Вот такая вот она. Хотя она и большая и кажется, что неудобная. Не знаю, неудобно. А вот этой вот туши была, сейчас покажу, какая кисточка. Хочется аж быстро. Быстро она и получается. Она меньше. То есть, соответственно, вы видите разницу. Может быть, из-за этого мне не подходило. Но вот эта вот, по-моему, не водостойкая, а вот эта водостойкая. Поэтому плачет я, кстати, делаю я от радости. Только. Дальше. Моя любимая, переходим к губам. Моя любимая, обожаемая, матовая, красная помада. Кстати, сейчас все расскажу, все покажу. И покажу свои оттенки помад на руке, чтобы вы могли понять. Это называется, ой, не называется, а оттенок 610 Velvet Matte Lip Cream. Честно, опять же, да, не помню фирму. Это такой мой минус того, что я не запоминаю то, что я покупаю. Вот. Вот. Можете на стоп нажать. Кому нравится красная помада, оттенок же сейчас покажу. Возможно, вы тоже себе ее приобретете. Очень редко крашу губы красной помадой. Это очень прям такой редкий случай, но есть. Дальше, давайте по помадам тогда пройдемся. Вот такая вот матовая Creme Matte For Lips. Она тоже матовая, но она светлая, она более такая, тон 0,8. Она более подходит для лета, то есть не сейчас. Я их вот так вот буду складывать, и потом, соответственно, по оттенкам это, это, и дальше вы увидите у меня их на руке. Дальше, это вот такая матовая помада, которую я тоже купила недавно, нюдовая. Она подходит, она сейчас. Вы ее видели, скорее всего, у меня на губах на день рождения Коли. И больше, пока ей еще не красилась. Она такая не совсем повседневная. Вот такая, вот она. Чего-то волнуюсь я. Вот такие вот две, это два блеска. Тоже пользуюсь ими в повседневной жизни. Тоже они типа подматовый эффект, но они не матовый действительно эффект. Это недорогая серия. Дальше, что у меня еще из помад. Есть вот такая вот нежидкая, твердая помада. Тоже нюдового цвета. Тоже типа подмат. 0,4 натурал пинг. Ну, не знаю. В общем, тоже редкая япония, она, мне кажется, немножко скатывается на губах. Дальше. Вот эту помаду вообще обожаю. и ламель. Обожаю как производителя инстагерл. Она обалденная, она у меня уже вторая, поэтому именно этого оттенка. Для губ еще у меня есть вот такая вот матовая помада. 0,4. Это тоже, по-моему, ламель, или что-то типа такого. Vivette Matte Long Lesting. Тоже она классная, тоже она мне нравится. Дальше. Вот такая вот помада. Это помада от Нади Дорофеевой. Есть такая у нее серия. Она вот такая. Я обожаю такие оттенки. Мне кажется, они мне идут. Напишите в комментариях, идут ли они мне. Дальше. Ой. Дальше вот последнее, что для губ, это будет вот такой вот, как сказать, увлажняющая помада. Как-то она по-другому называется, вылетела из головы. То есть вот такой вот бананчик. Она пахнет бананчиком. И она мне тоже очень-очень нравится. Она увлажняет губы, не сушит их. Поэтому это все было куплено в Еве. Кстати, задумываюсь о том, чтобы делать покупки на Makeup UA, но пока задумываюсь. Вот такой у меня еще есть карандаш, кстати, который я и не открывала, не пользуюсь, поэтому пока ничего не могу про него сказать. Дальше. Вот такой вот бронзер. Это я еще покупала в Западной Украине с Юлей, Julia Life. Сейчас я вам его, наверное, сразу покажу, чтобы потом в конце показать вам только помады. Не могу открыть-то, ну. Вот такой он бронзер сейчас проведу. пальцем по всему. Наношу иногда его на скулу, но сейчас им пользуюсь редко. Моя новинка Must Have. Это вот такой вот классный хайлайтер. Наношу его и как этот, скажите, скажу. Сейчас его тоже покажу вместе с помадами. наношу. как как тени и как блеск для губ. В общем, как все и подо всю. Дальше. Вот такие вот глиттеры. Это тоже для глаз, для щек. Там, я не знаю, куда-то можно, куда-то можно приткнуть. Вот такие вот блестяшки классные. Тем более с котами. Смотрите, какие коты. И что еще? Напоследок остается это вот такие вот тени тоже. По-моему, они от Lamelle или от кого-то другого, не помню. Очень такие стандартные расцветки, оттенки для повседневного макияжа. Иногда я все-таки делаю макияж. И вот такая вот пудра. Но ей я пользуюсь крайне редко. Поэтому, поэтому так, видите меня сейчас. Вернее, мой телефон. Что еще? Ну вот, со временем пополнилась коллекция косметики, и это хорошо. Учусь краситься. Это тоже неплохо. 21 год-то. Это мыло. Кстати, это, по-моему, с Аки... 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 Алинды. Стыреная. Ну и кисточки. Кисточки у меня тоже разные. Вот такие, вот... Вот такие... Вот такие... Вот такие вот кисточки у меня есть. Спасибо большое, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас вам быстренько покажу оттенки помад. Итак, ребята. Оттенки помад, как обещала, от первой красной и до последней. Смотрите. Напишите мне в комментариях, по вашему мнению, какой оттенок помады мне идет больше. Красный это один, второй это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Девять вариантов есть. И вот это вот бронзер. Видите, я его не размазала. Сейчас размажу, покажу, какой он. Прошу прощения, это не бронзер, это хайлайтер. Вот я его размазала. И, ну, в принципе, как для макияжа, он смотрится очень классно, хорошо. И в дальнейшем, когда я буду делать макияж, я буду на этом акцентировать, для того, чтобы вы в итоге это видели. Сейчас буду разбирать эту всю косметику, складывать обратно в косметичку. Косметичку я с собой обязательно беру в Турцию. Я думаю, она мне там понадобится. Спасибо еще раз большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы скоро с вами встретимся. Пока! Пока!